Друзья, привет! Сегодня пришел к автомобилю и не смог завести, так как сел аккумулятор в ноль. Утром в 6 утра последние вздохи сигнализация дала понять, что что-то не так с автомобилем. Итак, год назад я установил новый генератор на 140 ампер и новый аккумулятор. Через 3 месяца у меня все это сдохло. Или генератор убил аккумулятор, или аккумулятор убил генератор. Тогда было это сложно. Я обратился там, где покупал. Сказали, ну извини, там месяц-два прошел, все. Я, в принципе, даже снял видео, хотел выложить, файлы долго лежали, но потом производитель мне генератора заменил на новый. И как бы и думал, ладно, вроде ездит, ездит. Вот прошло полгода, вчера на Покатухе поехал. Даже по лужам, в принципе, не ездил по таким, чтобы там, можно сказать, было залило генератор. Завел автомобиль и смотрю, у меня тут значок АБС загорелся, вот ошибка загорелась. И смотрю, у меня все стрелки упали вниз. Сейчас уже, как бы, эта практика была у меня. Я включаю, то есть перевел на вольтаж. Смотрю, у меня опять 18-19. Думаю, блин, неужели опять дурацкий генератор. Поэтому сейчас тема пойдет про генераторы. По моему мнению, какой не нужно покупать генератор. По крайней мере, за год, вот уже второй раз он меня подводит. Я вчера поехал, купил другой генератор, другой фирмы, который ставит с завода. Вот, сегодня утром пришел. Ладно, у меня вот эта вот штука есть, бустовская. Очень хорошая штука. Лежит полгода, в принципе, подсоединил и автомобиль. Вот сейчас на малых работает нормально. Как только сейчас дам обороты, у меня опять все загорится, начнет свистеть и все стрелочки упадут. Я сейчас вот ставлю вставочку, как я вчера ехал. Вот, смотрите, напряжение на малых. Начинаю ехать. Сейчас все, все падает. Короче, генератор второй раз с ближним светом. Как только обороты меньше, очень херня, а не генераторы вот эти. Эта фирма, блин. И что он у меня показывает? Сейчас поедем, заменим генератор. Покажу, какой генератор до этого я ставил. И, по моему мнению, который не нужно, блин, просто покупать. Вчера ходил по рынку, по магазинам, пытался найти нормальный генератор на 140 ампер. Все продавцы, которые продают генераторы, говорят, Виталян, раньше мы давали 3 месяца гарантии на генераторы. Сейчас, говорит, даже даем месяц. Потому что, говорит, качество генераторов полный отстой. Все, или Китай не работает, неделю, две, три, и все, говорит. И месяц максимум отрабатывает. Но я вроде купил заводской, и именно на 140 ампер. Все, подняли мы машину, для того, чтобы снять генератор. А ты защиту не будешь снимать, да? Вот эту вот, большую? Эту? Да. Удобно тебе? Да. Понятно. То есть, откручивается у нас нижний болт, и вверху, да, откручивается? Вверху откручивается. Сейчас снимем, посмотрим, что за генератор, я, так сказать, не помню. Но я вам не рекомендую такие генераторы приобретать. Показываю, какой я приобрел генератор. Вот Тадемовский их с завода ставят. Но в основном они у Урбан ставят 110 ампер. Но я нашел на 140 ампер. Он 21214. Вот Урбановский. Сейчас скрою, покажу. Вот он, смотрите, Тадем. У меня вот идет такой шкив. Так, вот сняли мой генератор, горячий. Так, что здесь за фирма у нас получается? АТЕ. Вот этот вот генератор, говорю, два раза меня под воду. Сюда лучше сразу шайбы покупать. Вот такие широкие. Пресс-шайбы называют. Чтобы контакт лучше прижимался. Так, смотрим контакт. У нас вроде все живые. Еще нигде не оплавилось. Андрей, расскажи про натяжку ремня генератора. Как это все примерно делается? Сколько надо тянуть? Без фанатизма ремень должен выворачиваться на 90 градусов. Такого основного усилия. Вот я сейчас подтяну, вот он на 90 градусов выворачивается. Покажи, Силаш. Вот так он выворачивается. Вот так вот он здесь стоит. То есть это нормальная натяжка? Это нормальная. При запуске на холодную он может подсвистывать. Это нормально. Если перетянуть ремень, подшипник на помпе выйдет из строя. Потому что помпа, подшипник на помпе находится от шкива очень далеко. Если на генераторе близко, то на помпе она в висячем состоянии. Но он просто его выведет из строя мгновенно. Так что при натяжке ремня надо не перетягивать его. Все, подтянули все ремни. Теперь у меня свиста нет. Итак, генератор нам высадил аккумулятор. Возможно, возможно, из-за того, что замкнула обмотка каким-то образом. Сейчас мы подключаем, потому что у меня горят ошибки. А ошибки, возможно, будет то, что высокое напряжение. Так как я вам показывал, генератор в этих случаях почему-то от 16 до 20 фигарит. И это, между прочим, опасно для проводки, для мозгов. Ниву, например, сгореть может на раз. Ну, по крайней мере, уже второй раз. И, слава богу, пока все обошлось у меня. 0,563. Что это? Напряжение бортовой сети высокий уровень. Ну вот, я тебе и говорю. Поэтому сейчас мы подключили все это сбросить, чтобы у нас не висело. Подводим итоги. Заменили. Сейчас показывает напряжение. Так как аккумулятор полностью разряжен в ноль. Вот 12,7 у нас показывает. Ну и продолжение истории. Прошла ровно неделя. Я на аккумуляторе сейчас приехал в гараж. Рассказываю. Утром пришел с работы. Сажусь в автомобиль. Завожу автомобиль. И у меня горит лампочка аккумулятора. Генератор у нас с вами не работает. Прошла ровно неделя. Вон он, новенький стоит. Позвонил в магазин. Говорю, пацаны, 21 числа покупал. Утром завел. Говорю, все вот кое-как на аккумуляторе в гараж заехал. Что делать? Вот они говорят, сейчас решим. Щеком позвоним туда-сюда. Который мне перезвонили. Сказали, что снимай, привози, бери новый. Вот, якобы у них бывает все там диодный мост или таблетки там какие-то. Я говорю, то есть у вас это как бы такая практика, что именно эти генераторы, он говорит, нет, просто ну как бы бывает. Поэтому докатился на аккумуляторе кое-как, говорю, все уже в ноль посадил. Двигаться надо было. Заяхал в гараж уже. Сейчас его сниму и покажу. Снял, а генератор потратил на 20 минут. То есть вот так себя подстраховал домкрат и хайджеком подстраховал. И свободный доступ, в принципе, легко. Так, ну и вот он генератор. Новый. На котором я неделю езжу. Вот он, пожалуйста. Как так? Какие запчасти делают? Я вообще не понимаю. У кого покупать? Какую фирму покупать? Поеду менять. Идем сдавать генератор. Ну все. Поменяли мне генератор. Вот он, новенький. Поедем обратно устанавливать. Итак, вернулся я в гараж. И сейчас будем устанавливать. Надеюсь, это будет конец истории по замене генератора. Надеюсь. Как так работает? Не знаю. И по запчастям, говорю, как и говорил, что все я устанавливаю. Если в течение недели что-то произойдет, то сниму и дополню это видео. Ну а так, пишем свои комментарии. Будьте здоровы и пока. Заменил я генератор на новый. Благодаря хайджеку, конечно, удобно приподнял и лазил под автомобилем. В принципе, не сложно по времени минут 20 все это сделать. Что я подумал? Наверное, нужно мне установить защиту двигателя. Которая защищает именно где установка генератор. Чтобы брызги меньше попадали. Потому что я сейчас залез, посмотрел. И в принципе-то железочка там прикрывает, конечно, генератор. Но все равно очень много брызги, влага туда попадает. У меня какой вопрос? Кто знает, у кого стоит нормальная защита или хороший производитель? Напишите мне в комментарии. Буду вам благодарен. Так, мужики, давайте ваши мысли. Новый генератор. С дачи выехал. Опять загорелась. Генератор не дает. 12.1. Свет включаю. Не пойму, бля. В чем проблема? Что случилось? Не знаю, сейчас или на аккумуляторе еду. Как мне что проверить? Включаю обогрев сиденья. Наверное, все-таки генератор работает. Вот смотрите, включил обогрев сиденья. То есть должно быть на генераторе понижение идти сильное, да? Нет. Хотя лампочка загорелась. Свет включил. Дальний. Ближний. В чем проблема? Где что посмотреть? Вот я решил поехать. Просто надо было домой ехать. Думаю, если аккумулятор сядет, в багажнике у меня есть заряженный аккумулятор. Вот еду уже сколько? Вот 11.9, 11.8, 12. Как включаю? Ну, дворники, вон, до 10 падает. Потом опять 11.9. И вот еду. Все, еду. Итак, друзья, окончание, надеюсь, уже в этом видео, пятое окончание эпопеи из генератора. Техсервис, вот, Александр, автоэлектрик, кто выручил меня в течение двух часов, наверное, приехал. Да, вечера. Уже время 10 часов, позвонил, говорит, готово. Саша, рассказывай. Изначально-то была проблема, то, что не было зарядки, то есть и клеммы снимали, пробовали, и мерили, зарядки не было. Лампочек постоянно горело. Заводской генератор, он, грубо говоря, по сути, сгнил. То есть это родной у него регулятор был. Да, я хочу пояснить. Я Александру привез свой родной генератор, который стоял изначально, бошевский, да? Ну да, он аналог бош, то есть он не бошев, просто аналог. Он просто стал проседать, и из-за этого я стал менять генераторы. Да, то есть сам по себе этот регулятор неплохой, но он сгорел. То есть и так же, как и в новом генераторе, который был куплен. Да, вот этот новый генератор, который мы ставили с вами вчера, который тадемовский. Ну, по сути, это тот же самый калиновский, но переделан под него. То есть стоит шкив, получается, кленовой, то есть кленовой шкив и вот такой регулятор. Качество регулятора, конечно, стрелять же лучше, потому что, но он не выдержал. И само по себе, то есть как бы я смотрю, здесь у него идет управление через минус постоянный, но нежелательно так делать, должно все приходить непосредственно на контроллер. Ну, в простонародье таблетка. А из-за чего-то вся была эпопея, из-за чего генераторы-то горели. У нас есть провод, сюда можно будет? Да, давай. Есть коричневый провод, вот он. Это у нас идет возбуждение генератора от панели приборов. Он у нас на Нилу, с завода идет перемычка своеобразной. То есть как бы не критичный момент, потому что это даже, можно сказать, для удобства, для переноса как-то нормально годится. А проблема была в том, что вот у нас здесь есть ребрышка, которая идет на кузове. Вот, там плохо видно, вот здесь, пальцы грязные. Вот здесь ребрышка, и вот этот провод терся об ребрышка. И получается... Замыкал, да? Да, замыкал на массу. Генератор, получается, естественно, выдавая постоянный плюс, за счет чего, получается, у нас и лампочка-то гасит. Выдавая постоянный плюс, у нас сгорели регуляторы от того, что просто они не выдерживали, и все. То есть в этом была вся проблема. По сути, как бы можно было обойтись и старым генератором, заменив... Старым, ты имеешь в виду, что, заводской? Да, регулятором. Но он уже из себя ожил, у него... Он сгнил, у него очень много моментов таких, что как бы лучше поменять. А новый просто, ну, как и все остальные запчасти современные, это просто Китай. То есть не выдержал, сгорел. То есть, ребята, генератор Тадем сам по себе... Это просто подделка. Ты думаешь? Может быть. Ну, с учетом, поставлен был калиновский регулятор. У него здесь отличие в том, что у него идет фишечка по два контакта. И сама по себе немножко другого состояния. Вот, кстати, еще по поводу сборки. Тут должно было стоять... Ну, как бы стояло два болта. Один был слишком длинный, и он немного касался крыльчатки. На крыльчатке даже есть небольшие задиры. То есть, я поскольку положено по длине, здесь он больше, здесь меньше. То есть, все нормально. Вот. И нормально. Единственное, конечно, есть нюанс, у нас лампочка при запуске немножко моргает, потому что в процессе щетки притираются. Есть небольшой люфт на самих токосъемных кольцах. Но это в процессе все пропадает, и в процессе, естественно, все будет нормально работать. Но сейчас с ним отпускаем на тест, она будет кататься, ездить, проверять. До пятницы, да, там? Ну, мне в субботу уезжать надо. В субботу, грубо говоря, до пятницы. Надо полностью ее проверить, чтобы она работала. То есть, завтра-четверг? Да. Четверг-пять я катаюсь? Да. Нет, завтра-среда, сегодня вторая. А, завтра-среда? Среда-четверг, пятница уже будет, получается, в финальный день проверки. Я думаю, в принципе, нормально все будет. Но то, что моргает лампочка, по мне, это просто то, что щетки притираются, они не контактят. После где-то полминут работы, вы успокаиваете. Я понял тебя. А вот наш новый клиент. Скорее всего, с мотором, потому что все равно про него говорили. Кстати, тоже наши эвакуаторы, если нужно, можете вызывать. То есть, привозят на место, неважно куда. Ребята ездят, по сути, по всей ремонту области. Даже в Казахстан пару раз катались за машинами. Нет, у меня на самом деле понравилось, что время сейчас почти 11 вечера. Время уже... Ну, по-моему, 11. Время уже, да, без 20.11. Вот. Я приехал в 7, и вот приехал и забрал техсервис. По-моему, было поменено. Два раза генератор первый был снят, а где-то второй. Потом снова это было место меняено, потому что на родной поставил пробный регулятор. У меня валялся там. Он вроде работает, но ему все равно мощи не хватает за того, что нет контроля напряжения, нет, получается, оборотов. Сам по себе диодный мозг не подходит под тот регулятор, который я поставил. То есть на старый, по сути, можно поставить такую же таблетку. Почистить его, он будет работать как аварийный генератор. Завозить с собой, это, в принципе, самое оптимальное. То есть я его поставил и поехал. Но самое главное еще, вот я сегодня уже не поставил, но успел. Обязательно на всех Нивах, неважно, какая у вас новая, старая, отсюда до отсюда, нужно кидать дубляж. Обязательно, потому что родная масса, при таких вот возможных вариантах тюнинга, родная масса не выдерживает. У них болезнь, она вот в местах контакта нагнет. То есть нужно ставить дубляж обязательно. И желательно дубляж, что-то тоже нужно ставить дополнительно, потому что устроено так, что он не выдержит, он в процессе начинает греться. То есть неважно тоже, какая Нива, и тут обычно все крашено, никто ничего не чистит, завода закрутили, молотком забилом собрали, машина поехала дальше. Я понял. Поэтому, ну это в процессе, я думаю, это можно сделать, не проблема. Это все поставим, пропаяем, обязательно. Вот, и, в принципе, все. То есть работа закончена, работает все, неплохо. Да, все. Все, будут два дня посева. Третий день будет. Поехали мы экспериментировать. Конечно. Все, до пятницы. Так, друзья, привет. Прошло пару дней. Как и обещал, приехал я к Александру. Но еще привез я генератор, тот, про который изначально говорил, который два раза меня подводил. Вот сейчас я его привез, мы его сейчас разберем. И с Александром попробуем вам показать, как вообще, из чего состоит сам генератор, на что нужно обращать внимание. Так, ну все, с Александром разобрали мы генератор АТЕ. Тот, который, из-за чего у меня проблемы начались. Давай, Саня, рассказывай. Самое первое, что было видно, когда он у нас крылья, это то, что диодный мост вышел из строя. То есть, раз, два, три. Ну, начал лопаться. То есть, диодный мост сам по себе уже неисправен. И он был неприкрученный. Да, вот самое интересное, нужно всегда обращать внимание при любом услуживании генератора. Очень важно, чтобы на этих местах, где он стоит изначально, так вот стоит, вот эти болты должны быть притернуты очень хорошо. Первый момент, это у нас обмотка, с диодным мостом лучше контактить. А второй момент, у нас масса лучше будет. Здесь вот даже видно, из-за того, что масса была плохая, она начала гнить, во-первых, из-за того, что вода попадала. Не было массы нормальной, естественно, у него с обмотки массы контакта нет. Нет контакта непосредственно с минусом диодного моста, и он начинает гореть. То есть, так скажем, возникает определенная нагрузка, которую он не выдерживает. Поэтому вся проблема. Сам непосредственно ротор у нас в идеальном состоянии, к нему претензий нет. Лак в идеале, он не бронированный, бронированные они залиты, обмотаны. Но это не наш случай. Такосъемные кольца в идеале, вообще без выработки. Какие-то просто тут подгнили, а это вот дорожки, по которым они бегали. Сам вал ровный, не бьет, ничего, нормально все. Подшипник передний в идеале, то есть смазка там вся живая, тыльники живые были. Задний, конечно, разобрали, почистили. Были свои нюансы, смазали нормально. Самое главное, много смазки не набивать. Ну да, и лифта в основном нету на нем, в принципе, более-менее нормальный. То есть, лифта нет, но самое внимание, если начинает шушать генератор, первым делом обратить на подшипник, который стоит сзади. Потому что нагрузка все на него идет. Вот, обмотка сама по себе. Кстати, сама по себе вот исполнение неплохое, потому что такосъемные кольца у нас защищены. Тут ставится таблетка с кожухом, то есть сюда вода очень мало попадает. Не так, чтобы напрямую. Сама по себе обмотка. Ну, по мне, неплохо выполнена. То есть, нюансов каких-то нету. Сами по себе, правда, толстые, хорошо залаченные. То есть, диэлектрические прокладки в идеале. Так, чтобы что-то поплавленного. Обычно при замыкании диодного моста начинается проблема, начинает гореть обмотка. То есть, в принципе, после замыкания даже видно, бывает здесь такие вот свежие прямо какие-то выкрапления. Вот это вот. Там даже большей части резинка какая-то стоит. Начинает прям вылазить. Ну, бывает такое. Здесь все претензий нету. Диодный мост вышел в строй и генератор был вовремя поменен. То есть, его можно восстановить и так же будет ездить. Те, кто думает, что можно еще доехать, поездить, лучше всего его отключить совсем от плюса и уже ехать дальше. Диодный мост взяли новый. Фирма инкогнито неизвестна. Ну, а российское исполнение. Диоды пластмассовые стоят. Сама пайка, то есть, выполнена за счет меди. То есть, он не будет от нагрева отпаиваться. То есть, здесь то же самое на старом. Также бывают они припаяны на простой припой. Нежелательно их брать, потому что они отваливаются. Сама пайка, то есть, исполнение неплохо. И такой же регулятор. Диодного образца. Вот полгода на этом генераторе катался. Как Александр сказал, ну, это будет видео, что, в принципе, генератор хороший. Как он, сейчас скажу. Вот этот вот АТЭ. Диодный мост сгорел. Таблетка. Вот, сейчас вот будем все менять. Все приобрел. Так, задний подшипник у нас нормальный. А передний, вот всего полгода на нем езжу. Передний без люфта, но был сухой. Разобрали, почистили, помыли, смазали. И соберем. Щетки были куплены новые. То есть, исполнение, это вот старые. То есть, качество, ну, среднее. Оптимальные. Но новые, которые были куплены, у них щетки медно-графитовые. Медь более выражена, от этого не дольше будет ходить. Здесь, в старом, просто графитовые. Меди минимум. Когда диодный мост, уже более-менее видно, что он неисправен. Вообще, можно тоже отдельно проверить. Самое главное, обязательно проверить, нет ли у нас короткого замыкания на массу на роторе и на статоре. Обязательно проверяется. Это есть такой нехитрый прибор. Лампочка 220 вольт, вымя щупаями. Получается, у нас фаза здесь в разрыве. То есть, на замыкание у нас загорается. То есть, по идее, если у нас на моменте, когда я ставлю на щетки, лампочка загорается, значит, у нас идет короткое замыкание на массу. Ротор автоматически неисправен. Также проверяется и обмотка, которая находится у нас снаружи. Визуально осматриваем, все ли у нас нормальное. Самое главное, чтобы она была сухая. Сырые проверять бесполезно, они будут светиться по накалу. Также ставим на корпус и прозваниваем. То есть, у нас лампочка не загорает, значит, у нас нету какого-то кратыша. Но когда мы их ставим между собой, все загорается. Самое главное, делать обязательно через лампочку. Потому что, если делать напрямую, она укоротнет, у вас обмотка сгорит. Самое главное, когда генератор обратно собирается, очень важно поставить упрально. Не вот так, не вот так, а так, чтобы у нас таблетка стояла непотрясно над верхней мушкой. Это вот нижняя широкая, это вверх. Самое главное. Так, генератор мы собираем. Саша, мне вот интересует, смотри, вот этот заводской, 110 Ампер был написан. Вот этот был на 140 Ампер. Но по размеру они одинаковые. Разве так может быть? Ведь 140 Ампер и обмотка должна быть больше, и сам по себе он должен быть больше. Или я плачу за воздух? Вот видно, то есть обмотки у нас идентичные по размерам, по количеству витков, поэтому они абсолютно одинаковые. Из этого выходит, что надпись 140 Ампер, это просто взято из облака. То есть тот генератор, который реально может выдавать 140 Ампер, он должен быть сам по себе больше. Они есть, они продаются, но когда пишут на нем 140 Ампер, где, как, непонятно. То есть он не осиливает, и тем более минимальные значения, которые может выдавать максимальная именно такая обмотка, это 110 Ампер, это самая предельная нагрузка. Так можно считать, что они, грубо говоря, 90 Ампер. То есть, если не его с кондером, с небольшими какими-то доработками, то вот эта надпись 110 Ампер, это нормально. Ну вот он, заводской каталог, 110 Ампер, это норма. Ставить что-то больше, это либо от другой машины, либо ставить спецгенераторы, они сами по себе больше, они будут музыкальные. То есть там это 200 Ампер, 200 Ампер, всякие бывают. Вот те реально, те, кто-то показатель выдают. То есть, получается, то, что магазинок продают, нас просто-напросто обманывают. Да, то есть взять две обмотки абсолютно одинаковые. Сам интересное, что мост диодный, когда спрашивают, какой у вас ампераж, сам по себе диодный мост, он имеет определенный номинал. От диодного моста мощность генератора не зависит. Сам по себе регулятор тоже какой-то определенной мощности, и вот это он просто может регулировать ампер, а вольтаж. То есть нужен нам вольтаж, и все. То есть это просто, грубо говоря, ну это контроль, который управляет нас ротором, и все. Тоже он никак нам количество вот этих ампер не выдаст, потому что сама по себе, сам по себе все электричество идет у нас с наружной обмотки. Все, а внутренне создает магнитное поле, естественно. Сам процесс это все долго не будем рассказывать. Так что чем больше витков, тем больше, чем больше обмотка, тем больше ампераж. Ладно, тогда другой вопрос. Я когда себе после заводского 110 ампер стал ставить 140 ампер, так как у меня лебедка, и я себе приобрел аккумулятор 75-й. Если ты говоришь, что они 140 ампер не выдают, будет ли заряжать вот эти генераторы 75-й мой аккумулятор? Ну, тут такой момент, что у нас на любой машине взять, возьмем Ниву, у нее идет потребление через генератор, то есть вся машина питается непосредственно от генератора. И только потом у нас идет зарядка на сам аккумулятор. И номинал самого аккумулятора следует подбирать так, что опустим на Ниве, там что-то 60-65 максимально, 75-й ставить можно, но нужно помнить о том, что если вы передвигаетесь, завели, минут 20 проехали, заглушили, аккумулятору нужно зарядиться. То есть на какие-то дальники без проблем мощные аккумуляторы будут вполне оптимальным вариантом. Если что-то на такие короткие перебежки, вы просто его убьете из-за того, что он будет не дозаряжаться. То есть на Ниве, у них в принципе 60-65 это оптимально, 75 это нужно в тех моментах, когда машина должна долго работать и нужен какой-то определенный, скажем, объем. То да. А если на короткие дистанции, бесполезно. Ну, то есть весна-осень аккумулятор нужно по-любому заряжать. В любом случае. Самое главное, скажу так, не добавляйте в аккумулятор кислоты, добавляйте простую дистиллированную воду. Она продается в любом магазине. Вот такой флакон. Вот. Стоит он копейки. И самое главное, после этого нужно его хорошо зарядить так, чтобы плотность поднялась. И опять же, плотность нужно мерить при температуре от 20 градусов. А почему кислоту нельзя добавлять? А потому что у нас первым делом выкипает вода дистиллированная, а потом выкипает кислота. То есть весь нюанс в том, что выкипает именно вода. Если залет кислоты, пойдет сульфатация. Это получается, пластины начинают, станут с коричневыми и все. То есть начинается покрываться определенными оксидами. Тоже это углублять сейчас не будем. И он начинает умирать. У него площадь пластины уменьшается. От этого, естественно, падает емкость. От того, что не заряжается, начинает насыпаться. Вот и весь нюанс. Так, запустили, показывает 146, да? Это нагрузка 90 ампер. Нагрузка 90 ампер. Ну, друзья, завершили мы с ремонтом генераторов. Теперь у меня один на машине стоит новый и два в запасе. Один заводской на 110 ампер вроде как заявлено. И который полгода проработал на 140 ампер. И вот хочу у Александра спросить. По характеристикам, даже не по характеристикам, а вот по внешнему виду, есть какое-то отличие по обмотке? То есть какой бы можно было бы взять из тех трех, которые у меня есть? То есть заводской это КТ, да? Да. Это у нас АТ, и который у меня стоит... Тадем, тот же самый. Тадем, да. То есть Тадем и вот этот заводской, в принципе, это одна и та же фирма. К3 АТ называется. Да, К3. Ну, расскажи твое мнение. Ну, визуально как бы сильной разницы нет. По обмоткам они абсолютно одинаковые. То есть количество витков у них одинаковое, качество исполнения у них одинаковое. Разница у них получается только в компоновке диодных мостов и в компоновке регуляторов. Потому что на, получается, купленном фирме АТ стоял этот регулятор, на заводском стоял такой. С виду они абсолютно одинаковые, но разница только в том, что здесь все залито, аккуратненько сделано именно для герметичности, а здесь все открыто. То есть он просто сгнил. Именно этот генератор должен был давать перезаряд, потому что эта релюшка не работает нормально. А так по диодным мостам на заводском оказался мощнее, дольше проходил, нет никаких нюансов. На купленном он у нас, естественно, весь сгнил. То есть диоды все повылезли. То есть это видно невыруженным взглядом, они сгорели. И сама сборка была средняя. А так, если есть вариант взять КТ, лучше взять КТ. Потому что они собраны получше. То есть самокомпоновка поинтереснее, покачественнее. А так, по сути, как бы, ну, зависит от потребностей. Я понял. То есть тот, который мы сейчас с тобой поставили, новый, Тадемовский. Ты сказал, что там трехфазный. Он так же трехфазный, как и эти. А бывает хотя и четырехфазный именно этих фирм. Но у того исполнение сделано по качественнее, самого себя регулятор стоит тоже интереснее, потому что здесь идет контроль напряжения, идет контроль нагрузки. И само управление магнитного поля через ротор тоже сделано получше. Как бы даже видно по ним. У него встроен уже конденсатор, здесь он вынесен. И сам по себе регулятор даже как бы, ну, тяжелее. То есть это все-таки он получше, потому что он же тот самый Калиновский. И у того заявленные 110 А, если они есть, они реально в нем есть. Сам по себе он больше. И само крепление обмоток там сделано за счет пружинных контактов. Даже при самых плохих походах, при самых сильных нагрузках, они всегда будут нормально здесь. Раз в год, хотя бы раз в три-четыре года при больших нагрузках их требует протягивать. Иначе будет то же самое, как и здесь. Да, и диодные надо протягивать, ребята. Обязательно. С завода уже какой раз посмотрим. Затяжка слабая, контактов нет. И силовые тоже обязательно протягивать. Сделать это очень просто. Просто три фишечки. Да, оттягивали крышку, новую купили и протягиваем. Раз, два, три. И тут должна быть еще фаза, но не в нашем случае. Эти три протянули, это просто как, своеобразно, как держатель. И все. Да. И обращать внимание на регулятор, чтобы здесь они были залиты. Здесь у нас они пропаяны, тут все нормально будет. А вот в плане вместе с вот этим, тут просто все на открытом воздухе. И очень тонкие контакты, все это очень безобразно. Здесь пропаяно получается припоем, а здесь все сидит на контактной сварке. То есть здесь нагрузка не страшна при этих. Ну, регуляторы неплохие, мне пока не понравились. Ну, я все понял. Так что, ребята, все вам рассказали про генераторы. Проверили. Да, проверили. В принципе, Тадем или вот этот АТ, в принципе, на 140 ампер. Хотя, как мы выяснили, что 140 ампер нету, да? Ну, в принципе-то, наверное. Замеры показывали, что они это не выдержали. Да, по замерам. Поэтому выбирайте сами. Мы как смогли вам все показали, рассказали. Александру большое-большое спасибо. Да, приезжаем в техсервис. Тут очень большой спектр. Здесь очень большой спектр от КамАЗов до мопедов. И можно и кондиционеры, и сигнализации. Короче, поэтому... Топливной системы. Да, топливной системы. Ссылочки все будут под видео. Звоним, обращаемся. Ну, все пока.